Глава семнадцатая Сказал также Иисус ученикам. Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жорнов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покаяться, прости ему. Если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится и скажет каюсь, прости ему. И сказали апостолы Господу, Умножь в нас веру. Господь сказал, Если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему, пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать? И подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы. Когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарии и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек, прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом прославляя Бога и пал ниц к ногам Его, благодаря Его. И это был Самарянин. Тогда Иисус сказал, «Не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему, «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Был же спрошен фарисеями, «Когда придет Царствие Божие?» Отвечал им, «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Сказал также ученикам, «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен уродом Сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, так же не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему. Где, Господи? Он же сказал им. Где труп, там соберутся и орлы.